Для вручения премии РГО в этой номинации на сцену приглашается председатель попечительского совета РГО, президент РФ Владимир Владимирович Путин. РГО, президент РФ Владимир Владимирович Путин. РГО выдает только 7 премий, то есть это меньше 10%, но остальные делают тоже очень важную, интересную и полезную работу. Вот сейчас говорили и о флоре, и о фауне, и о стареющих лесах, и о медведях. Это требует не только времени и увлечённости своим делом, и мужества требует. Я действительно был в этих местах, смотрел, здесь медведи, там медведи, здесь. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться, понимаете? А вот ребята жили там 7 месяцев рядом с ними совсем. Это очень интересно, захватывающе и очень полезно, потому что такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идём. Это позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно. Вот это и есть один из элементов национальной идентичности. Единственное, о чём стоит пожалеть, это о том, что о результатах вашей работы и ваших коллег мы очень мало знаем. Работа проведена, надо шире это распространять. Я сейчас только был в другом зале Московского Кремля и поздравлял там героев России, Советского Союза с приближающимся праздником. Так и называется День Героя России. Посмотрел, огромный зал. И сидит там много людей. Каждый из них, я хочу подчеркнуть, каждый заслуживает того, чтобы о нём знала вся страна. А мы там знаем только единицы. А на их примере, на примере их жизни, безусловно, нужно воспитывать молодых людей, молодые поколения. Также надо воспитывать на материалах, которые вы делаете, наших людей, всех возрастов. Чрезвычайно важно. Я вот хочу обратиться и к представителям средств массовой информации, к нашим деятелям культуры, кино, телевидения. Ну, надо вплетать это в сетку вещания, надо вот это показывать всё. Это чрезвычайно интересно. И я хочу поблагодарить всех, кто делает эту работу, за то, что благодаря вашим усилиям, вашим талантам и вашему мужеству, как я уже сказал подчас, мы все вместе можем, имеем возможность погрузиться в абсолютно уникальный, очень интересный мир науки, творчества, путешествий и самопознания. Вот Андрей Сергеевич упомянул о первом художнике в первобытном, наскальные надписи и рисунки которого были найдены в пещерах Испании. Вот я часто бываю в разных уголках нашей огромной страны. Горный Алтай. Не пещера, просто огромный камень. Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц там и так далее. Никаких учёных там нет, никто об этом не знает. Вот мы посмотрели, рукой там расчистили. Мы сами, мы не знаем сами глубины нашей культуры и нашей истории. Кстати говоря, Горный Алтай многими исследователями считается колыбелью тюркских народов. Колыбелью тюркских народов. У нас очень много того, чего мы не знаем, но то, с чем мы живём, нужно знать. И, конечно, хочется поблагодарить всех, кто этим занимается, и пожелать вам новых успехов. Спасибо вам большое. Победитель премии Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России». Проект «Борт Тюрикова. Возвращение». На сцену приглашается руководитель проекта, председатель Красноярского краевого отделения Русского географического общества Игорь Спириденко. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Сергей Кужегетович, дорогой Артур Николаевич, для красноярцев эта награда особенно важна и почётна, и символически очень, ещё раз говорю, важна, по той причине, что Красноярский край сегодня отмечает 84-летие с момента образования. Спасибо Русскому географическому обществу за возможность служить России. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Удачи вам. Спасибо.